Слотокинг. Смеливість дарувати емоції. Хочу начать я наш разговор с этого визита вчерашнего. Опять человек, похожий на президента России, прилетел попрощаться, наверное, с оккупированными территориями. Побывал он на Херсонщине, в Луганской области. По вашему мнению, это двойник, тройник? Кто это был? Ну, вы знаете, я думаю, что, в общем-то, это даже не очень существенно, потому что нам просто всем кажется, что тот человек, который в Кремле отсаживается на 20 километров от послов стран и который принимает даже на таком же расстоянии своих собственных министров, странно, что такой человек вдруг оказывается где-то среди большого количества людей незнакомых, в каком-то незнакомом месте, и с ними там он ручкается, везде общается, целуется и так далее. Просто это не похоже на того человека. И поэтому у нас, естественно, есть большое очень сомнение в том, что это тот самый Путин. Но я бы сказал так, что это даже не самое главное. Самое главное другое, что, безусловно, это была попытка коммуникации, попытка пиара кремлевского, причем попытка ответить в том числе на нашу критику, потому что на вашем канале на прошлой неделе мы несколько раз с вашими коллегами высказывали мнение, в частности, я высказывал мнение, что вообще самый главный публичный политик в Российской Федерации – это Пригожин. Это единственный человек, которого видно на фронте. Ни один человек, ни Путин, ни Шойгу, ни Герасимов, ни Володин, ни Матвиенко, никто до фронта не доехал. И через два дня после этого заявления, которое, по-моему, мы делали в субботу, появляется эта вещь с Путиным. То есть она, во-первых, доказывает, что они нас смотрят с вами, они нас слушают и делают попытки хотя бы немножко изменить положение. Этот пиар оказался провальным, потому что, ну, кроме истории с двойниками, потому что все, в общем, обсуждали сразу историю. Теперь, когда Путин где-то появляется в личном пространстве, никого не интересует, что он делает. То есть интересует, Путин это или не Путин. И это самое главное, чего мы добились, и чего он сам добился своими пиарами, потому что, в общем, все уже сомневаются, что он вообще, возможно, может что-либо сделать конструктивное. Это раз. Второе. Ему президент Зеленский ответил сразу же вчера же, потому что Путин появился за 150 километров от фронта, в штабе каком-то там, в одном, во втором, в третьем. А президент Зеленский съездил в Авдеевку за 5 километров от линии фронта. И он там встречался не только, конечно, со штабными офицерами, но там встречался с теми людьми, которые реально сидят в окопах, в грязи, в болоте. И там понятно, что сейчас там аховая обстановка, конечно, вот еще и еще распутится, остается и так далее. То есть видно было, что президент Зеленский, президент Украины, общается с реальными людьми, которые борются для того, чтобы их поддержать на фронте, а Путин ездит, пиарится для общения с генералом. Срок говоря, для того, чтобы провести то, что он сделал в штабе в этом, для этого не надо было ехать в штаб. Достаточно было всех этих генералов вызвать в Москву, и они бы ему доложили все, что... То есть в штаб ездят для чего? Для того, чтобы изменить обстановку, для того, чтобы повысить уровень боевого духа. Но тогда нужно ехать на передовую, тогда надо ехать в Бахмут захваченный, в ту часть Бахмута, которую россияне захватили. Вот туда надо ехать Путину, там, где Пригожин. Вот куда надо ему ехать. Вот, это первая вещь. Вторая, ну, конечно, куча несуразности, для этого мы даже не будем их повторять. Всем советую почитать, пойти на сайт BBC, прогуглить Путин в Херсонщине на сайте BBC. Там все разложено по полочкам, все несуразности. Где, что, на каких автомобилях, московскими номерами. Я здесь добавлю, потому что я делаю обзор пропаганды. У меня есть рубрика «Осторожно, зомбоящики». Вот как раз в сегодняшнем выпуске я разбираю эти все моменты, которые там случились с этим визитом. Поэтому тоже пускай наши зрители посмотрят. Отлично. Может быть, даже ваши редактора добавят ссылочку прямо в описании к нашему видео, к нашему стриму на ваш материал. И тогда будет просто отлично, потому что замечательно. Конечно, те, кто хотят разобраться. Ну, самая большая ляпа – это, конечно, история с иконой. Потому что он говорит «Скоро у нас Пасха». Это он говорит 18 апреля с утра. Как бы, прям вот так, чуть не в прямом эфире. Ему все сразу ехидно стали говорить. Вовик, Пасха уже два дня как прошла. Ты вроде там стоял вместе с этим самым Собяниным. Хотя уже, как это называется, есть такой замечательный канал. Канал «Сомневающийся россиянин» или что-то в этом роде. Очень классный канал, который разбирает все эти вещи. И он заметил очень интересную вещь. Он заметил, что Путина, скорее всего, даже физически там не было. Его врезали к Хамакеям. Потому что есть кадры, когда вот он стоит с Собяниным. Они, во-первых, стоят на большом расстоянии. И по этому поводу закладывается сразу для телевизионщика вопрос, а стоит ли это Путин или это врезанная Хамакеем картинка. Это раз. А во-вторых, есть другой ракурс, где там показывают Патриарха. Но на заднем плане то место, где должен стоять Путин, а Путина там нет. И это совершенно ужасная вещь. Я сегодня с утра посмотрел, у меня просто челюсть отвисла. Потому что это такой ляп. Или что? На этот момент он отошел куда-нибудь. Там, я не знаю, у него проблемы с недержанием каким-нибудь, что ему пришлось выйти. Вот именно в этот момент. Ну, кстати, со шрамом на шее тоже момент был. Вот мы с вами к двойникам возвращаемся некий раз. И почему? Потому что многие россияне, даже под нашими видео, они пишут, что ну что вы за бред несете, никаких двойников не существует. Я хочу сейчас просто показать фото, да, где вот этот Путин, который якобы пришел на Пасху, и тот Путин, который встречался с министром обороны Китая. И там очень видно, это мы с коллегами сделали такую подборку. Но вот мне кажется, здесь очевидно, что это два разных человека. И вот Путин, который был на Херсонщине и Луганщине, возможно, это вообще еще третий Путин. Да, я с вами согласен, что правильно, действительно, картинка эта интересная. Я, кстати, тоже в своих соцсетях. Причем я эту картинку взял с официального сайта каких-то российских спецслужб. Просто увеличил, и там виден этот шрам, который остается, как правило, после трахеотомии. То есть когда он задыхался и нужно было ему сделать косой на кадыке для того, чтобы пройти в трахею и спасти его от смерти, от удушья. То есть это совершенно реальная вещь, ее никто не придумал. И, кстати, обратите внимание, что Путин, который был в этой поездке, было два разных Путина по-разному одетых. Потому что один был в костюме с галстуком, а другой был в водолазке с высоким воротником, который как раз закрывает этот самый шрам. Но получилось так, что на Пасху вот этот человек со шрамом оказался в костюме. Поэтому все увидели крупно этот шрам. Это люди сразу мне начали писать, ну это фотошоп, так сказать. Я им сказал, ребята, идите, пожалуйста, на официальные сайты, просто увеличьте эту картинку, и вы сами увидите своими глазами, что этот шрам присутствует. Но самое главное даже не это. Давайте мы проанализируем немножко то, что там происходило. А именно, Путин едет на передовую в место специальной военной операции. 11 января его указом были назначены, я не помню, приказом министра обороны, были назначены. Герасимов был назначен начальником, и ему было назначено три заместителя. Ким Солюков и этот самый Суровикин. Верховный главный командующий едет по двум штабам. При нем нет ни Герасимова, ни Шойгу, ни трех заместителей, руководителей специальной военной операции. С военной и административной точки зрения это абсолютный нонсенс. Это абсолютный нонсенс. Потому что если начальник едет, при нем должны быть все административные лица, весь командный состав, который отвечает за эту операцию. А дальше в каждом военном пункте есть руководитель группы Центр, группы Восток, группы Юг и так далее. И он им должен рассказывать, что дальше мы видим, что генерал Лапин, про которого сообщали, что его назначили начальником главного штаба сухопутных войск. И вдруг он оказывается где-то там в Луганщине каким-то командиром какой-то Росгвардии Луганщины. Извините за выражение, ЛНР. То есть, в общем, конечно, это самое главное. То есть, если абстрагироваться даже от всех этих ляпов с двойниками, с тройниками, с четверниками, это самое главное ляп пиарный. Потому что показывает, что на самом деле там ничего не делается. И это не делается так. Потому что если он приехал инспектировать, с ним должна быть вся линейка командная, которая отвечает за эту спецоперацию. Если ее там нету, значит, он что приехал? Проверять своих начальников? Проверять с нижестоящими подчиненными, правильно ли ему докладывают в Кремль что-то? Так это надо делать точную ставку. Они должны стоять рядом, и те должны им докладывать. И сразу можно выяснять отношения. А вот ты мне не так это сказал, а ты и так далее. В общем, все это показывает, что на самом деле у Путина огромные проблемы, прежде всего с организацией руководства войсками. И я вам должен сказать, что это замечательная вещь для Украины. Чем больше таких проблем у Российской Федерации будет, тем проще вам будет вести с ней войну. Но здесь еще один интересный момент. Вот аналитики Института изучения войны, они написали, что визит Путина в оккупированные Херсонскую и Луганскую области был направлен на публичное выявление козлов отпущения перед контрнаступлением в СУ. Потому что чуть ли не впервые публично очертил, что Теплинский и Макаревич как командиры, отвечающие за юг Украины, а Лапин как командир, курирующий луганское направление. Кроме этого, диктатор также попытался поднять моральный дух оккупантов, которые откровенно опасаются анонсированного контрнаступления. Вот на самом деле Лапин, мы же его помним, он уже известен тем, что наградил своего сына за неудачное наступление на Сумы и Чернигов, а также он командовал обороной Лимана, где российские войска были разбиты. То Путин хочет свою ответственность перенести на них, или зачем он встречается с неудачниками? Я думаю, что это вообще вещь, это очень логичные вещи, которые люди пишут, но они забыли, что Путин нелогичный человек. И логика нормальная административного и военного управления войсками, она вообще неприменима к Путину. Путин вообще никого никогда не наказывает, я вам должен сказать. Это его, так сказать, это его специфика. Об этом, кстати, очень подробно рассказывал Сергей Пугачев, который долгие годы с ним работал, и знает его наизусть, и знает, что Путин вообще очень не любит принимать кадровые решения, очень не любит менять людей. Он очень консервативный человек, то есть для него сменить человека в своем окружении, это значит изменить вообще обстановку, а он по психотипу человек, который старается зафиксировать статус-кво, и боится смерти, боится изменения любого. И поэтому, Поп, обратите внимание, вот если в стране, в нормальной, происходит теракт на Керчевском мосту, на этот мост заезжает грузовик с российской стороны, с двумя тоннами взрывчатки, или с тремя тоннами взрывчатки взрывает, значит, с российской стороны его охраняет ФСБ, его охраняет Росгвардия Золотова, и его охраняют там специальные какие-то там войска железнодорожных войск. Если происходит такая вещь в любой нормальной стране, то сразу сообщается о том, что уволен директор ФСБ, уволен директор Росгвардии, и уволен начальник этих самых войск, которые охраняют железную дорогу. У Путина он никого не уволил. Больше того, с этим терактом, за три дня до этого теракта приезжал Патрушев, секретарь Совета Безопасности в Крым, и проводил совещание со всеми руководителями, в том числе и Краснодарского края, Ставропольского края, то есть всех прилегающих областей и плюс всех субъектов захваченных, но прежде всего Крыма, по безопасности Крыма. Через три дня происходит теракт. Значит, надо уволить еще и Патрушеву, потому что за три дня он проводил совещание, через три дня происходит теракт. Путин никого не снял, вообще никого не снял, никогда. И максимум, что он делает, это он тасует, причем тасует всегда с повышением. Вы обратите внимание, Лапина, значит, сняли, сказали, что его убрали из территории СВО и назначили начальником главного штаба сухопутных войск. Вторым человеком в сухопутных войсках, после главкома. Понимаете? Вот что означает наказание Путина. А потом мы видим его тут же, где-то в Луганске или там вокруг, то есть все-таки среди генералов, которые там где-то пучкуются, тусуются на этой спецоперации. То есть для Путина вообще не надо искать у него логику никакую, у него никакой административной логики нет. И, кстати, это доказывает еще одну вещь, что у Путина нет власти. И в Российской Федерации нет государства. Потому что то, что в российском государстве позволяется каким-то жутким совершенно... типа Гиркина, типа Пригожина и Пригожинцев, да, это означает, что нет ни юстиции, ни права, ни главной военной прокуратуры, ни генеральной прокуратуры, ни геншаба, ничего. Они оскорбляют высших должностных лиц в Министерстве обороны. Во время войны на театре военных действий. В любом нормальном государстве за это расстреливают на месте. Без суда и следствия. Просто расстреливают на месте. Потому что это называется бунт на корабле. Путин это терпит. Значит, либо нет никакого корабля, либо нет никакой власти у Путина. Нет никакого диктатора.